Внимание всем! В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, каждому необходимо соблюдать режим самоизоляции. Помните, от вас зависит здоровье вас и ваших близких. Соблюдайте рекомендации медиков. Не выходите из дома без крайней необходимости. Ваше ответственное поведение жизненно важно. Соблюдайте эти правила, чтобы сохранить здоровье и остановить распространение коронавируса. Помните, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена административная ответственность. Тоже нарушение, но повлевшее массовое заболевание людей или смерть. Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет. Саратовцам настоятельно рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости. В постановлении регионального правительства 26 марта номер 208-П накануне были внесены дополнения о введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С этого момента по области полицейские машины посредством громкоговорителей предупреждают граждан о соблюдении мер безопасности. Позаботятся о своем здоровье, здоровье близких и окружающих призывают и пешие патрули. День добрый. Инспектор 6-й роты, лицентр полиции Гришинюк. В связи с сложившейся обстановкой вам необходимо находиться дома и соблюдать режим самоизоляции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Берегите себя и своих близких. Без крайней необходимости не выходите, пожалуйста, из дома. Всего вам доброго. С сегодняшнего дня приостановлено посещение гражданами мест массового отдыха людей. В Саратове это такие объекты, как городской парк, набережная космонавтов, парк Победы, Липки и другие. Но есть и те, кто пока не прислушался к призывам оставаться дома. Одни утверждают, что не знали об ограничительных мерах. Другие ссылаются на крайнюю необходимость. Ой, рядом я с домом. Сдам книги и больше не приду. Какие еще меры? Спасибо. Какие меры? Ну, гигиена, конечно же, не трогать глаза и мыть руки тщательно. И, в общем-то, влажная уборка в доме должна быть. Передвижение по улицам допускается в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, выхода на работу, посещение магазинов для приобретения продуктов и товаров первой необходимости, аптек. Разрешается выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, вынос бытового мусора. Кроме того, нужно соблюдать безопасную дистанцию от других людей – полтора метра. Что бы сказали гражданам? Какие рекомендации были? Гражданам, ну, как и все, наверное, оставаться дома, соблюдать самоизоляцию, не ходить никуда, дабы как бы мы должны все сплочиться сейчас в настоящее время и, собственно, подумать о своем здоровье и о здоровье своих близких. С 28 марта приостановлено и предоставление социально-бытовых услуг. Свою работу должны прекратить салоны красоты, солярии, бани, сауны, рестораны, кафе, объекты розничной торговли. Отменяется проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. Сотрудниками полиции с представителями Роспотребнадзора организованы совместные рейды по выявлению нарушений. Ответственность за игнорирование установленного запрета предусмотрена статьей 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Сотрудники полиции призывают всех граждан, независимо от возраста и сферы занятости, ответственно отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам. Без острой необходимости не выходить из дома и ограничить контакты с людьми.